Прогуливаясь со своей четвероногой подругой Басей, Наталья вспоминает их первую встречу. Это произошло в электричке на Белорусском вокзале зимой прошлого года. Пожалев бездомное создание, Наталья решила взять ее к себе, а позже определила в приют. На тот момент у девушки уже был домашний питомец, собака по кличке Апи. Ее Наталья привезла из Белоруссии, где дворняжку могли усыпить. В Белоруссии нет приютов, у них есть отлов по городу государственный. И он везет именно в усыпалке. Если какое-то время собака не находит там хозяев, ее не забирают, то, соответственно, они усыпляются. Я нашла группу ВКонтакте, увидела глаза эти и забрала ее. Ей тогда было пять месяцев, но тут уже больше трех с половиной лет мы вместе. Наталья – дизайнер одежды, человек творческий, а значит, чувственный. Мимо собачьего горя пройти не смогла. За полтора года дружба с Басей пыталась найти ей хозяев. И продолжает до сих пор. Вот черных собак люди мало берут. Ну, почему-то не хотят. В основном светлых берут, либо каких-то цветных. Ну, вот с черными такая вот есть проблема, к сожалению. Ну, и, конечно, не сказать, что она какая-то суперкрасивая, но она очень обаятельная на самом деле. И, конечно, вот вживую ее надо видеть. Бася – девушка воспитанная. Ей всего пять лет. По собачьим меркам в самом расцвете сил. Для Баси подойдут спокойные люди, вот, либо взрослые люди, может быть, даже, как бы, пенсионеры. Для бабушки она очень даже подойдет, потому что она очень спокойная, с ней комфортно гулять. Вот, в принципе, даже семьи с детьми, ну, как бы, со спокойными детьми, вот, тоже подойдут. Потому что она и детей любит, и спокойно может погулять. То есть можно и с коляской, как бы, с ней ходить. Своих хозяев ищет и статная красавица по кличке Кэрри. Ей всего полтора года. Наталья встретила эту собаку в Немчиновке, когда та, будучи еще подростком, бегала по железнодорожным путям. Кэрри нуждается в дрессуре, хороша собой и наивна, как и любая молодая девушка. Она, в принципе, подходит для частных домов. Вот, и с проживанием в доме, и, в принципе, даже с проживанием в вольере, в теплом вольере. Вот, с возможностью погулять. Вася и Кэрри ждут своих хозяев, проживая в собачьем приюте в лесном городке. А Наталья надеется, что среди зрителей нашего телеканала найдутся те, кто будет готов поделиться своим теплом и заботой с этими преданными и добрыми созданиями. Пишите на почту mydog2019sobakamail.ru Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok